Привет, ребята и девчата! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности Божество проходить за Россию Sid Meier Civilization VI Gathering Storm. Ну, это в связи с вышедшим недавно патчем. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. А спонсоры должны, в общем-то, все серии видеть. Правда, не сразу, к сожалению, потому что я их постепенно записываю, выкладываю. Но видеть должны. Знаете, я подумал, что, в принципе, если индус не хочет союз заключать, а мы тут вот в монархию следующим ходом выходим, то можно уже начинать размышлять о том, чтобы казаками его выносить. Потому что я, скорее всего, построю в правительственной площади здание, позволяющее покупать за веру юниты. И тут у нас недалеко казаки-казаки уже. Идти в них, покупать за веру их и выносить товарищи индусы. Правда, 10 лошадей требуется, но, в принципе, они мне накапливаются неплохо. В общем, план слегка повыносить индуса. Так, плывем, перса обращать. А вопрос только в том, что тут проплыва, походу, нету. Может ли тут быть проплыв? Как вы думаете, плыть сюда или нет? Нет, тут проплыва нету тоже. Жаль, жаль. Очень великий жаль. Так, пингало, рейно сделать здесь... Я, наверное, не буду вырубать рис, я сделаю здесь фермы. Здесь лесопилку. Здесь ферму. Феодализм ускорили. Так, сколько у нас ходов? Три хода до конца эпохи и четыре очка. Значит, я приму божественное право. По идее, этого должно быть достаточно. Может, с Ацтеком договориться об открытых границах? Если бы он у меня денег не просил, я бы с ним договорился, но... Как и ци нет, так и нет. Родинию открыли. О, это мы кого-то... По-моему, кого еще не встретили. Границы видим. Так, ну... Я все еще не уверен, что это хорошая идея англичанина англичанку обращать. Может, все-таки плыть туда... К цивилизациям, у которых нету религии? Вот кто-то тут явно, например... Ну, зачем вот мне с католицизмом бороться? Я могу обратить... Какие-то города, у которых еще нету религии. И они уже будут влиять на города Англии. Так, чисто походить, территорию пооткрывать. Акведук достроили. Можно удалять. Ну и сколько промышленная зона будет дать? Плюс 5. Это, кстати, очень неплохо. Давайте строить. И здесь рост можно поставить. Раз акведук построился. Маори встретили. Можно апостола приобретать. Подождите, сколько у нас еще ходов осталось? Три хода. Наверное, все-таки... Пока будем приобретать миссионеров. Следующим ходом можно рабочего будет прикупить. А потом уже накопить на апостолов. Но индуса хочется вынести. Вот нельзя, как-то он меня раздражает, всю эту игру. Нет, не буду торговать. Ну, слушайте, вот его нападение на Новгород... Стоит того, чтобы наказать. Дракар викингов разграбил рудниковым, с кем воюем, да? О, он со мной каким воюет. А я с ним дружбу заключил. Так, что у нас селитры? И... Ну, монархию надо сейчас принимать будет, конечно. Селитра есть. Нет, только не калинка опять. Ну, ягода малинка, малинка моя. Проплыва нет, да? А далеко у нас вообще-то возможность плавать по океану? Ну, надо открыть. Надо открыть возможность плавать по океану. Хочу перса обратить в свою религию. Надо, надо. Так, я тут отправил селитру отрабатывать. Здесь центр коммерции. Ну, давайте сюда на вырубку леса. Сюда давайте шахту поставим. Вот это чьи границы. Умытый. Эту нацию не встретили. О, пустохолонг и Франция. Ну. Да, цвета, конечно, не французский совершенно. Ну, принимаем монархию, уже мы точно в золотом веке. О, Вавилон. Раньше был Вавилон. Научная ГГшка. Его захватили католические варвары. Так. Пойдем в феоголизм. Ну, берем монархию. Ей, мы вышли в золотой век. Че возьмем? Содержание юнитов. Кавалин. Ну, давайте попробуем. Давайте проверим, кстати. Вот, смотрите. Два хода, 42 из 60. Поставим ветеранство, которое здесь. Ждите, а где оно? А я его не открыл. Блин, я хотел проверить. Надо ветеранство открыть. Ветеранство откроем. Хочу посмотреть, будет ли он работать на гавани? Потому что пока перевод не изменили. Перевод не изменили. Но в патче написано, что он влияет. Оборонительные здания. Довольство с гарнизоном. Давайте поставим довольство с гарнизоном. Оборонительные здания, предположим. Смоленску пора расти. Ну вот. Еды в нем нифига нет. Как-то надо вообще Смоленск. Улучшить бы. Хотя вот. Что-то даже проклевывается. Ладно, хай растет. Нужен ли тут монумент? Я думаю, не нужен. Можно храм строить. Был, как эти, в Смоленске. Там красивые храмы. Надо бы. То же самое и в игре сделать. Блин. Индусам с Юсемити повезло. Франции с бухты Холонг. Мне вообще чудес никаких не завезло. Это здорово. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Даже половину еще не встретил. Цивилизацию в игре. Я к ощущению, что тут кто-то должен быть. Ваши моря беззащитны. Ну, иди грабь. Ты так с четырьмя воюешь. Иди еще меня пограбь. Нет, хочу. Вот такой, какой-то лошадей хочет купить. Вот, два и витачки великих людей этого класса. Кого взять? Может, какой-нибудь писателей, музыкантов, художников, на которых идет у России к выбранному игроку? Давайте ко мне. Ну, мало, конечно, влияния. Вряд ли тут что-то пройдет. Из того, что я предлагаю. Ко мне так точно торговую пути никто не посылает. Так, не начисляются очки великого писателя от торговой пути к Олеонории Аквитанской. Ну, в принципе, почему нет, я смогу к ней посылать, между прочим. Больше торговых путей. Можно купить торговый путь будет. Блин, может подождать просто, когда мы откроем возможность по океану плавать и поплывем тогда этими миссионерами. О, это инки. Ну, вот, половина есть. Кстати, у меня с Францией хорошее отношение внезапно. И нужно как-то две Франции. А, нет. Тут Англия. Это Англия, Леонора. А, линк примет делегацию. Нет. Еще один континент найден. Ну, этот у меня миссионер скорее в роли исследователя выступает. Так, тут обращать некого. А у этой Франции, кстати, ее протестантизм, но она же не основывала религию. Англия, Ацтеки, Нидерланды неизвестные, группы неизвестные, и Россия, и Норвегия. Так, во-первых, давайте рабочего. Во-вторых, нам еще торговца надо. Одна из Санкт-Петербурга, из Новгорода. Давайте и стулы. В Новгороде библиотека, он у нас растет. Я вообще конкретно на рост поставил. Через два хода можно будет район строить. Ну, давайте тогда монумент. Амбар тут не нужен, потому что... Ну, сейчас не нужен, потому что аж семь жителей можно. А вот в Москве... В общем, можно район. Надо бы лавру поставил. Один, пять, шесть. Тут я не хочу, вот сюда поставлю лавру. Блин, я тут хотел... Вот это ошибка. Я к ведуку уже некуда всунуть. Вот, блин. Главный счет метки себе поставил. Молодец. Это я в Москве не очень удачно. Райончик впихнул. Блин. Какие-то варвары по-русу. Как-нибудь с этим... С тем вот варварским отродим тут разобраться. Так, вот опять золотой век возрождений. Еще и крутая... О! Так, хочу ветеранство сменить, только надо что-то строить. Ого, сколько героического века. Ну и что возьмем? Реформа денежного обращения. Монументальность. Давайте пока... Сейчас мы будем копить религию на покупку юнитов. Поэтому реформа денежного обращения. То есть мы не будем ни поселенцев, ни рабочих покупать. Ну, апостолов купим, но тут им действия-то не нужны. Мы апостолов купим, чтобы религию укрепить. Кстати, мы можем покупать уже апостолов. Вот, да, я бы купил. Для укрепления религии. Так. Есть ли у меня где-то в... В каком-нибудь городе в гавани, чтобы можно было что-то построить? Что-то в очереди. Маяк. Маяк. Посмотрите. 60 производства требуется. Так. Поставим сюда ветеранство. Кстати, если в городах с гарнизоном, то, наверное, стоит юниты по городам расставить. Все, ну, что здесь... Я что-то не пойму... Ну, хорошо. Да, ну, тут 30 производства. В итоге мы за один ход строим. Тут, конечно, накопилось какое-то количество производства, но... Маяк все равно быстро строится. Кстати, и маяк теперь еще жилье дает. То есть, его тоже выгодно строить. Что-то все равно непонятно. Работает карточка на гавани или нет. Знаете, наверное, на окно. Так, вот мы ждем, когда откроется возможность плавать через океан. Блин, как я тут ступил, конечно, с гаванью. Уже теперь производственная площадь, мне кажется, не очень будет. И стулы... Так, давайте мы феодализм откроем. И стулы... На золото... Ух ты, Тиноч, Тетлан 21. Вау. Давайте. 21 золото, это как-то прям... Ну, просто в грехах отказываться. Те говорят... Знаете, 21 ты еще такой... Не... Зачем не эти проблемы? Давайте 21... 21 золото. Класс. До сих пор встречен только один город. Один город-государство. Ну, тут Вавилон захвачен, Бандар-Пруней захвачен, конечно. А, я тут один ход подожду. Где-нибудь еще нам надо строить что-нибудь? Петру кто-то построил. Тащим ходом будем укреплять религию, кстати. Ой, ой. Что-то пооткрывалось всякого. Подожди, а почему ты хочешь вот на деньги менять, а не на сахар, например? Три золота в ход. Ну, вообще я бы принял. Принял. Потому что... Счастье это счастье. Дамбу где-нибудь я могу построить? Наверное, нет. Так, тут вырубаем. И ставим коммерческий район. С варварами разбираться и укрепляем религию. Что у нас осталось? Мечети. Плюс культуры за каждой письма следователя в других державах. Наука. Значит, мечети, ступа и храм огня. Религиозное единство. Не, ну какой я? Я только один государство вижу. Давайте возьмем всемирную церковь, чтобы культура шла. Сразу плюс восемь культуры. По-моему, неплохо. Это купы, да? Тут у нас купы. Блин, коммерческий или гавань построить? Мне как-то гавань теперь больше стала нравиться в связи с производством от морских клеток. Еще одного апостола давайте сразу укрепим религию. Кстати, а вот сколько сейчас стоит строить базовая стоимость 54. 0 из 97. Блин. 17... Посмотрите, 97 производства требуется. У меня его, считайте, 18. Так? 18 на 5 это 90. Не хватает. Да, и как раз 30. Все-таки карточка работает. Карточка вот это ветеранство работает на создание гаваней и зданий в гаванях. Так. Так. Посольство у меня основать я не... Я не против. Так. По науке у нас Инг бажит. Я среди среднячков. На втором месте Франция. На третьем Голландия. Я вот взял монархию, даже не представлял, что он дает. Плюс одно жилье на каждый уровень стен. Ну, вообще, у нас плюс 50% очков влияния, скорее. Ну, надо, конечно, в торговую республику пока идти. У строителей больше действия. Тут треугольник, четырехугольничек, я бы даже сказал, надо сделать. Нет, давайте я, наверное, рыбу обработаю. Вот эту и вот эту. Это больше даст выхлопа. И еще раз укрепляем. А, у нас немного осталось вариантов. Блин, стопу взять или мечеть? Нужно ли нам больше к распространению вообще? Или лучше довольство получить во всех городах? Возьму мечеть. Теология разъясняет основы и верования религипов. Ну, то есть мы полностью укрепили. А у нас есть какой-нибудь есть вообще-таки полностью укрепляем? Да. Кому, блин, последний, судя по всему. Да, уже все религии были укреплены. Блин, божество это просто забудьте. Но, тем не менее, неплохо распространяю религию. По-моему скромному мнению. Католицизм. Ну, мне надо вот сюда, вот к персу, конечно, распространять. Вообще, вообще никакой еды нету. Отлично. Этоyeongбар. Продолжение следует. карта конечно интересная сгенерировалась но я не вижу там не сказали что посадить карту можно в разделе загрузки что там она создалась та которую я хотел а именно давайте загрузить игру я не буду сейчас загружать просто может стать какая там карта автосохранение последний до первобытная древность то есть тут должно быть много извержений вулканов там прочее но я вот не вижу за первобытной древности как ни странно защите постою все апостолов мы больше не покупаем можно зато мечети покупать я не знаю стоит ли копить на казаков и конечно хочу нападать по мечети брать давайте со стаканчик и попробуем договориться о праве прохода по он уже готов даже мне платить цитадели протестантизма приближаемся фу гадость какая блин собор василия блаженного кто-то уже построил какомат учиться это у меня вулкан нет у меня немножко другой вулкан выросла еще пройдемся по городам и пускай растет 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 эти 16 жилья стало хотя было до этого что-то там 12 из 13 потому что построили маяк все растет ладно на этом я эту серию заканчиваю нравится ли вам смотреть пишите конечно же в комментариях для спонсоров эти серии выходят чуть пораньше но к сожалению не все сразу не могу я вот так сразу записать их играйте в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока у